всем привет вы видите и слышите лёшу халецкого и вот настало время поговорить о завершившихся выборах президента в соединенных штатах америки буду чаек попивать иногда кто как не мы с вами жители россии белоруссии всего бывшего ссср лучше знаем какой президент должен быть у сша я недавно делал итоговое видео о выборах государственную думу россии поэтому я считаю что как раз так по моему я громко тут сделал микрофончик сейчас чуть тише чуть чуть тише сделаю кто как не я должен высказать америке все что мы с вами думаем по этому поводу ну и естественно жду ваших комментариев тоже ну а если серьезно честно говоря мне не очень понятен понятно почему все так беспокоятся по поводу того что дональд трамп стал президентом ну начну с себя во первых я всегда был сторонником сторонником демократов потому что я знаете там за легализацию однополых браков там за свободу слова ну правда это и республиканцы тоже проповедуют естественно то есть я типичный такой представитель демократического электората если говорить про сша но откровенно говоря оба представители оба представителя на этих президентских выборах мне не нравились собственно как дональд трамп так и хиллари клинтон не нера не нравилось да более симпатично мне все-таки старушка клинтон не буду скрывать но честно мне хотелось чтобы убедил на этих выборах победил республиканец почему так об этом немножко дальше о моих предпочтениях пока немножко такой бэкграунд во первых начнем с того что оба кандидата были самыми непопулярными за всю историю президентских выборов сша то есть получается на самом деле жители сша голосовали не за кого-то а против кого-то скорее то есть кто-то шел на выборы думая блин мне это клинтон но очень не нравится но она лучше чем трамп и наоборот уж лучше трамп чем будет это клинтон такого не бывало еще никогда и вот это одна из самых больших проблем то есть получилось что и демократы республиканцы выставили на выборах очень непопулярных людей на самом деле я уверен вот сто процентов что если бы на месте дональда трампа был любой другой республиканец он бы просто с разгромным счетом победил хиллари клинтон точно также я уверен что если бы вместо хиллари клинтон берни сандерс был против дональда трампа против дональда трампа именно против него он бы тоже его победил но мы получили вот такое хиллари клинтон просто повезло что у нее в соперниках видимо был берни сандерс потому что он слишком левых взглядов такой старичок и откровенно демократический истеблишмент просто не захотел его дальше пропускать видимо боясь что он будет слишком радикальным а у республиканцев немножко другая ситуация была там было много претендентов но вот такой радикальный и ну необычный как дональд трамп один а так как там такая же система собственно вот на этих предварительных праймерис кокусах крокусках как они там еще называются как и на президентских выборах то есть набравший больше голосов забирает все то в то время как остальные претенденты друг у друга голоса отбирали трампу иногда хватало даже 25 процентов голосов набрать чтобы забрать все голоса этого штата понимаете да какая система была и он постепенно ну так как у него голосов никто не отбирал у него такой был довольно маргинальный как-то сказать маргинальный избиратель то есть не образованные белые такие такие роднеки и прочее прочее то он постепенно вырвался вперед в гонке от республиканцев и стал претендентом от республиканской партии вот даже долгое время некоторые республиканцы не соглашались его поддерживать даже такое было ну и в итоге мы получили в соединенных штатах ситуацию когда оба кандидата супер непопулярны плюс еще и сама избирательная кампания была очень грязный там с разоблачениями настолько грязные избирательные кампании в сша я уже да я точно не припомню а может старожилы которые до этого царе что там было что-нибудь и вспомнят такое но вот с этими разоблачениями компроматом обзывательством друг друга это ужасно почему же я все-таки мне бы хотелось чтобы победил республиканский кандидат естественно дональд трамп мне не нравится ни в коей мере то есть он хам такой сноб и прочее прочее то есть хилари клинтон как человек мне импонирует намного больше но проблема в том что по-моему время правления барака обамы не принесло ничего то есть не произошло никаких изменений наоборот было развязано очень много войны прочее 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 и откровенно вот если спросить кого-нибудь а чем вот запомнится вообще правление барака обамы и демократов когда у них там было большинство и в конгрессе и в сенате вряд ли кто-то может прям ответить что-то хорошее и хилари клинтон собственно это представитель той демократической партии которая будет продолжать гнуть ту же линию то есть никаких изменений абсолютно в в действиях соединенных штатов что во внутренней политике что во внешней при избрании хилари клинтона пост президента сша не произошло бы в принципе у нее не было никаких новых идей то есть она там говорила там за равноправие за прочее но нету никаких новых идей это все тот же кризис идеи которых я говорю во многих рецензиях к играм дональд трамп же типичный популист то есть все что он обещал на во время своей предвыборной кампании практически невозможно исполнить вообще в принципе то есть там вы строительство стены с мексикой и запрет на въезд всех мусульман сша это можно красиво говорить но дело в том что во первых это хоть какая-то альтернатива то есть он это человек которого можно ждать каких-то новых свежих шагов при этом плюс еще и республиканцы получили полный контроль в сенате и конгрессе то есть сейчас будет такая довольно уникальная для сша ситуация когда все ветви власти сосредоточены в руках одной партии ну про ветви власти наверно не зря сказал что судебная власть но очень большие возможности теперь республиканцев есть проводить новые какие-то законы и то время когда надо было находить компромиссы и прочее мне кажется закончил сейчас надо ну такие разрубать гордивые узлы постоянно во многих местах и вполне возможно что дональд трамп как раз это сможет сделать практически такая же ситуация была когда выбрали никсона да тоже все говорили конец света когда выбрали ронда рональда рейгана тоже по конец света трендец все это такое наступает но все-таки скажу ради правды и никсон и рональд рейган они были политиками несмотря на то что рональд рейган типа актер все говорят вот выбрали на президента сша актера но он до этого был губернатором калифорнии несколько два два срока сенатором и то есть он прошел политический путь а дональд трамп до выбора его президентом сша в политике не участвовал вообще то есть вот он из бизнеса пришел сразу в политику и он сразу стал президент поэтому на него так и смотрят с другой стороны его почему-то сравнивают с жириновским типа и тот и другой клоун извините а жириновский разве что-нибудь создал у него есть какие-то вообще успехи то сиди он вся вся его успешность типа что он всю свою популярную жизнь руководит лдпр и он даже не привел и не по-моему ни к одному министерскому портфелю кто-нибудь был министр из лдпр но может быть там в первый в первый раз когда девяносто третьем году по моему нет в чем успешность жириновского вообще как человека вот он просто сидит как собака на сене на одном месте и все в то же время как дональд трамп он успешный бизнес мэн да ему ставят в вину типа любой может стать успешным бизнесменом когда те папа оставляет 18 миллионов долларов но тебе оставили 18 миллионов долларов а ты их от их в миллиарды превратил помощь от 2 с половиной миллиарда и он там по моему на сто тридцатом месте в списке самых богатых людей то есть все таки какая-то успешность у него есть я вам скажу что лично у меня слабость все-таки к бизнесменам к успешным бизнесменам я считаю что у этих людей соображалка варит они хоть что-то умеют делать они умеют создавать получать прибыль и так далее и тому подобное и мне вот хочется таких людей видеть президентами стран то есть поэтому например мне порошенко более симпатичен чем путин что порошенко бизнесмен который создал свою там шоколадную империю как бы в этом шоколадным зайцем не обозван обзывали а что путин кгбист просто чекисты кгбист которые ну что вот у своими руками создал давайте вот про это говорить только пожалуйста не надо ругаться в комментариях хорошо это я высказываю свое мнение по этому поводу сейчас я пытаюсь просто донести почему мне не кажется победа дональда трампом таким ужас ужас беда беда дональд трамп к тому же собрал довольно сильную команду в свое правительство то есть у него будет и рудольф джулиани очень популярный бывший мэр нью-йорка успешный к тому же у него в команде будет крис кейсик по моему не помню как его имя извините кристи крис кристи он успешным прокурором был у него в команде будет ньют грингич тоже от республиканской партии чувак он в прошлые разы баллотировался на президентский пост эти люди его поддерживали еще когда не было известно что он станет президентом они стали его поддерживать то есть мне почему-то знаете что кажется то есть дональд трамп он не такой тупой и не такой клоун как многие его пытаются представить я уверен что у него есть планы он будет его придерживаться то есть у него есть действительно какие-то мысли и соображения которые понравились вот этим людям которые его поддерживали но при этом в избирательной гонке он их не использовал шел чисто по какому пути популизма потому что он знал что видимо он не сможет иначе противодействовать хиллари клинтон тем более что надо обещать довольно серьезные перемены и он пошел по этому пути популизма который привлек на его сторону довольно такой разношерстный электорат который в другом бы случае просто не пошел бы на выборы то есть они вот пошли именно голосовать за вот эти призывы то что он не толерантен например понимаете вот в сша уже да и во многих европейских странах толерантность пошла в крифе в кость немножко на другую сторону как-то сказать перегибы на местах уже в сторону слишком большой толерантности то есть я напишу за равноправие как вы знаете там за то чтобы у женщин была одинаковая зарплата с мужчинами чтобы геем разрешили заключать браки и прочее 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 но как правильно сказал трамп в одной из своих речей что типа и почему я не имею права отказывать женщине в работе только по поводу ее пола нельзя настолько толерантно типа относиться к тому что раз эта женщина она должна работать просто ну блин я сейчас немножко криво говорю грубо говоря что не почему нельзя уволить гея с работы не по не потому что он гея просто уволить да иначе если его уволить он пойдет там жаловаться вот притесняют геев предположим то есть много вариантов у нас конечно толерантности нету просто вообще никакой равноправия то есть я не призываю не брать геев на работу я считаю что тоже неправильно но и перегибы когда в другую сторону тоже не очень хорошо но самое главное в сша все таки это всегда была экономика то есть деньги 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 проведенная бараком обамой известная реформа мед медицинская реформа обама кэ да там называется очень сильно ударила по деньгам среднего класса американского то есть там начали больше брать за страховку причем эта страховка медицинская стала меньше покрывать при этом естественно больше медицинской помощи стало малоимущим слоям населения что людям которые зарабатывают деньги очень не нравится мне тоже очень сильно не нравится в беларуси когда дают почему-то льготный кредит малоимущей семье у меня начинает возникать вопрос а почему эта семья не может заработать деньги начать это зарабатывать деньги чтобы платить такой же кредит как и все вокруг почему вот если человек не зарабатывает то ему надо что-то дать наоборот не дать работу не дать работу не дать возможность заработать больше денег а просто дать блага какие-то которые он не заработал а другой должен в поте лица эти блага себя зарабатывать и при этом этого зарабатывающего человека начинают считать буржуин почему-то но и так предположим вот в америке вот эти левые штучки очень многим не нравится опять же так как хиллари клинтон продолжатель идей барака обамы то собственно вот на это и против этого многие и голосовали то же самое касается и иммигрантов то есть там латиносов ну любых кто иммигрирует в эту страну то есть демократы не могут то есть у демократов пока единственная идея это просто всех сразу легализовать я думаю что она также утопична как и идея всех выслать нелегальных иммигрантов которые трамп протаскивает но то что многим это тоже не нравится в америке то что по мнению многих вместо того чтобы иммигрировать в сша лучше сделать свою страну как-то поднять и попробовать там что-то зарабатывать это вот эта идея популярна и поэтому многие опять же голосовали за трампа кроме ну я еще раз уточню что мне дональд трамп очень даже не симпатичен ну не мой тип человека да не мой тип лидер но при этом я его считаю успешным бизнесменом кроме того в течение всей вот предвыборной кампании на него выливались просто ушаты помоев постоянно из каждого средства массовой информации там чего угодно то есть как так сказать гасили его по черному во всех местах и причем из этих ушатов помоев я не считаю что хоть что-то влияет на то что он плохой руководитель этом плохой бизнесмен то есть там просто ну и что у него и волосы не свои у него там смешной чубчик и что у него там три жены и он там участвовал в телешоу и прочим 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 в общем все что угодно лишь бы что то есть всячески его очернить в то время естественно и на клинтон тоже выливалось но при этом по делу о том что она когда была госсекретарем у нее там имейлы секретные туда-сюда летали и вообще есть даже книга такая корпорация лжи по поводу вот как раз семейства клинтон о том как они много всего не договаривают и прочее 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 в общем я просто я не вы поймите что я этим видео не стараюсь как-то обелить трампа да все возможные заявления даже что там сша выйдет из нато например послушать ну а почему нет собственно потому что понимаете вот в теперешнем мире нету идей абсолютно никаких эти такое ощущение что уже все придумано типа и все идут по какой-то такой накатанной дороге хотя проблемы возникают все больше и больше а проблемы как раз возникают потому что нету идей их разрешения но почему сша первые не выйти из нато например это же не значит что они не будут поддерживать эти страны просто другие страны начнут хоть какое-то участие принимать в нато то ощущение что ведь большинство денег на содержание этого североатлантического союза дают сша например почему бы европейским странам не поучаствовать то есть это как раз тот человек дональд трамп который станет катализатором хотя бы хотя бы обсуждение этих проблем я не знаю в решить ли он их тем более что мы от него пока слышали только слова он вступит станет президентом по-моему 20 января инаугурация будет еще больше двух месяцев на самом деле как каким он будет президентом никто не знает может действительно мы все будем хвататься за голову знаете многие его и с гитлером сравнивают типа гитлер же тоже пришел через демократические выборы потом все подмял под себя но я не верю в то что в сша такое возможно потому что там слишком много всяких ветвей власти которые друг друга компенсируют то есть они не могут это вот так прямо сделать как это было в германии например но каким на самом деле президентом трамп будет неизвестно абсолютно вполне может быть и плохим но то что хоть какие-то изменения сейчас начнутся после выбора такого человека и то что если бы выбрали клинтон ничего бы не поменялось все шло бы точно так же никакие бы проблемы не решались я в этом уверен сто процентов поэтому я еще раз повторю несмотря на то что дональд трамп мне глубоко не симпатичен несмотря на то что я всегда был сторонником демократов на всех выборах в сша то есть мне их ценности и как бы вот более близки но в данном конкретном случае данных президентских выборах я рад что победил именно кандидат от республиканцев считается что первые сто дней президентства очень важны по ним будет понятно как будет действовать новый избранный президент в дальнейшем ну посмотрим то есть я думаю что к этой теме можно будет вернуться получается 20 января 20 февраля 20 марта апреля ну в начале мая получается вот где-то в начале мая мы можем вернуться к этой теме опять обсудить как у нас дональд трамп на президентство ну и по поводу демократии вот сейчас идут всякие митинги в сша типа я думаю уже четвертый день уже скоро видимо начнутся лозунги давайте не допустим трампа к президентству это к вопросу о том какие демократы на самом деле демократы да человек выбран с демократическом демократическим голосованием а ну да тут еще можно обсудить конечно то что на самом деле больше голосов набрала клинтон но система выборщиков сша такая что президентом становится трамп я например считаю вот раньше мне казалось что эта система конечно дебильная типа вот человек может набрать больше голосов но не пройти но так как сша федеративное государство то мне кажется что система правильная она получается учитывает голоса каждого штата и человека в этом штате вот представьте там сша по-моему 350 миллионов живет да приблизительно ну там предположим право голоса пускай имеет там 250 миллионов пускай и вот представьте что вы идете голосовать и 250 миллионов таких же как вы идут голосовать еще ваш голос учитывается только один среди 250 миллионов а если идет вот эта система выборщиков я напоминаю что в сша идет голосование по штатам и вот если в этом штате побеждает какой-то из кандидатов с любым перевесом но побеждает он получает все голоса выборщиков в этом штате то есть вы например живете в штате там с двумя миллионами жителей и уже ваш голос намного более значим чем в другом это же заставляет кандидатов ездить не только по крупно населенным штатам конечно ему выгоднее поехать в калифорнию где живет сколько там 35 миллионов жителей до чем в какой-нибудь захолустную дакоту и там провести свои предвыборные речи но нет тут кандидатам надо ездить по таким колеблющимся штатам не определяющимся еще там где опросы говорят о том что либо тот либо другой может победить чтобы там агитировать за свою предвыборную кампанию кроме того так эта система еще позволяет вот не заниматься этими вбросами чем словно российская империя наша дорогая нету смысла что вы например в каком-то штате сделаете вброс что повысит вам количество голосов тут надо либо во всех штатах тогда вбрасывать либо нигде не вбрасывать то есть вообще без разницы победит кандидат с перевесом в 30 процентов или в 40 процентов или в 50 процентов в данном штате он получит все равно одно и то же количество голосов выборщиков ну и самое главное вот это то что каждый штат по является как бы таким своим отдельным государством которые голосуют потом за президента то есть вот это именно такое показатель федеративности примерно такая же система есть на референдумах в швейцарии там где каждый кантон то есть чтобы референдум прошел надо чтобы за этот закон не только большинство жителей проголосовала но и большинство кантонов в швейцарии тогда только тот вопрос который вынесен на референдум проходит и это сильно показатель федеративности по моему государству и это более правильно знаете обратите внимание что все представители власти в сша как только дональд было стало понятно что дональд трамп победил никто не призывал там пересчитывать голоса не выступал против клинтон сразу поздравила трампа с победой и все говорят только о том что передача власти должна пройти мирно то есть это один из важнейших принципов мирной передачи власти что люди спокойно расстаются с властью перед этим другим людям в своей стране по моему это очень важно они так как у нас человек вцепится власть и будет сидеть на ней до кончания веков в общем вот такое у меня мнение по поводу завершившихся президентских выборов в америке жду естественно ваших комментариев что вы по этому поводу думаете ну а вы видели слышали лёшу халецкого все всем пока